Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Цетка 38. Один из самых комфортных торпедников в игре. Набивающая неплохие объемы урона, максимально безопасна и прощая кучу ошибок. Эсминец с избыточной живучестью, чтобы потратить которую раньше окончания времени боя, надо умудриться и сильно упороться или хорошенько затупить. Корабль прощает кучу ошибок и идеально зайдет начинающим адмиралам, подсевшим на пульканье торпедками. Более опытные любители торпедных утех тоже оценят агрегат по достоинству. Сейчас разберемся в чем же дело и почему корабль так хорош с точки зрения торпедного геймплея. Я специально делаю акцент на том, что он хорош именно с этой точки зрения, так как лично для меня торпедный геймплей скучноват. Поэтому и на самой цетке 38 я чуть не заснул от скуки в те два боя, что на ней сыграл. Тем не менее в первом бою чуть более 80 тысяч урона, а во втором около 120, то есть в среднем вышло 100 тысяч за бой. Вполне неплохой урон для торпедника восьмого уровня. И это совершенно закономерно, ибо во-первых, у цетки 38-й торпедки с очень быстрой перезарядкой. В такой вот сборке 65,7 секунд. Имеются два веера по четыре торпеды с хорошей дальностью хода 11 километров. Отличной скоростью 72 узла при хорошей незаметности 1,3. Разве что урон их слабоват 11800. Но за счет частых пусков и того, что у цели остается мало времени на реагирование и уворот после того, как она их обнаружит, урон вполне себе неплохо набегает. И вторая особенность, приводящая к высокому урону, это просто потрясающая живучесть эсминца. А чем больше проживешь, тем больше урона набьешь. Такая живучесть обусловлена сразу несколькими особенностями. Во-первых, много боеспособностей. 23 тысячи с перком для восьмого уровня – это очень много. Для сравнения, у японских торпедников в районе 18. У арт эсминца Киева – 19500 с перком, а тут аж 23 тысячи. Во-вторых, имеется еще и хилка, с которой боеспособность эсминца возрастает для вообще невиданных для восьмого уровня показателей. В-третьих, имеются дымы одновременно с хилкой, а не на выбор, как у большинства эсминцев. То есть в случае опасности можно легко отсветиться при помощи дымов, сняв с себя фокус. Также можно попостреливать из дымочков при желании. И дымы, и хилка, и вагон боеспособности – это уже очень много. Слишком много для одного эсминца. Но чудо в том, что это еще не все. Ведь обычно у нас столь жирные эсминцы с вагоном боеспособности имеют плохую маскировку. То есть по всем канонам в полной прокачке такой эсминец должен светиться примерно с километров 6,5-7, а то и больше. А цетка 38-я, вопреки всем канонам, имеет маскировку в полной прокачке шикарные 5,8. И все вместе – это просто какой-то лютый жир. Настолько густой, что я во втором бою даже снял перк на живучесть и вместо него усилил главный калибр, так как все равно живучести хватает с избытком. Кстати, главный калибр тут совсем уж слабым не назовешь. 5 орудий серьезного калибра 150 мм, то есть с легких крейсеров можно даже доставать цитадели. Только перезарядка долгая – 7,4 секунды. Но если взять перк бесстрашный, то можно и неплохо пострелять, и даже поперестреливать с другие эсминцы за счет того, что у нас боеспособности гораздо больше. Но это, конечно, будет нас отвлекать от главного – торпедного геймплея, для которого этот корабль создан. Если нравится стрелять, как мне, то лучше брать другой эсминец. Я сейчас не особо люблю торпедники, так как торпеды все-таки слишком ситуативны, как у меня в первом бою было. Вроде вышел на нормальную позицию, а Изюм все никак не хотел ловить торпеды. Не заходили и все тут. С торпедами так бывает. Впрочем, в той ситуации вполне можно было играть более нагло, просто спикировать на него. Но это был первый бой на корабле, поэтому я не решился. Сейчас бы уже, зная все особенности этого эсминца, то, конечно, пикировал бы. Заодно веселья было бы больше. Из балансирующих недостатков корабля можно отметить отсутствие форсажа. Хотя сама скорость средняя – 38,3 с серым сигналом. Но в целом эсминец воспринимается как медленный. Поэтому для чисто торпедного геймплея можно его ускорить перком осмотрительный, который в инвизе даст дополнительные 8% к скорости, то есть как раз форсаж. В общем, кому нужен максимально комфортный торпедный эсминец 8 уровня – лучший вариант. Он не такой злой, как японцы, но зато гораздо более комфортный и живучий. И за счет живучести набивает урона в среднем не меньше, а то и больше уязвимых японцев. Еще и на бой влияет лучше, так как эсминец, доживающий до конца боя – это всегда серьезная заявка на победу команды. Даже против десяток ему будет играть достаточно комфортно, ибо по боеспособности он вполне соответствует 10 уровню. А еще хилка, дымы и отличный инвиз. Этого вполне хватит, чтобы комфортно кидать с торпедки и на 10 уровне. Если только не вступать в прямые, слишком агрессивные конфликты с особо мощными эсминцами. Надеюсь, теперь вам будет проще принять свое решение по этому кораблю, а в ответку вы не забудете поддержать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджида. Наша команда близка к победе. Суперджида. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА